Ну, всем доброго дня, вечера, ночи. Это у нас третья часть видео про Ангмакио-Бишань-Парк и реку Каланг, протыкающую через него. В течение ближайших 25 минут я вам попробую рассказать то, что еще не показал и не рассказал в предыдущих двух частях. Итак, если видите что-то, о чем интересно было бы узнать, но я об этом не говорю, значит это уже в предыдущих двух частях было вам рассказано. Ищите, смотрите и щенок полетел. Слышите? Вот, ищите, смотрите и наслаждайтесь. Пишите, конечно, вопросы в комментарии, я обязательно отвечу на них позже, либо отсниму отдельное конкретное видео по чему-либо заинтересовавшему вас. Вот. Как я уже упоминал, эта местность очень похожа на парк Моринского ручья. Вот, справа от нас находится река Каланг, слева городок Ангмакио, справа Бишань. Вот. Да и тысячи долларов, если мигает красная лампочка и вы сунулись туда за реку. Ну, и а также опасно скользкие скалы, желтая цепочка, которая перегораживает, когда в реке поднимается уровень воды. И также информация о том, что тут еще водятся скаты, обратите внимание, да, в ингредиции. Вот, поэтому бегая по воде, пожалуйста, не наступайте на их ногами, могут ушибить. Ну, спасательный круг. Что самое прикольное, смотрите, табличка о том, что опасно мокрые скалы, она находится в эту сторону тоже. То есть сначала вы переходите реку по мокрым скалам, потом поднимаетесь наверх и видите о том, что там, оказывается, были мокрые скалы. Это особенности местной, я бы сказал, инженерной мысли, да. Видимо, сказали, поставьте табличку по обе стороны реки, а они поняли, что по обе стороны и поставили двухстороннюю просто табличку с одной стороны реки. С той стороны, вот там вот на тропинке, мы сейчас с вами сходим посмотрим, такой таблички нету. Она есть вот там, вот так спрятана слева. Ну, это у нас река Калан. Вот сейчас я нахожусь на уровне воды практически, да, мой рост около двух метров. Там вот спереди, по направлению от меня, видно красный маячок, красный такой грямбочком на краю. Там уровень 3 метра, то есть, соответственно, когда вода в реке поднимается, она вот тут все заливает мне по макушкам. Вот. В воде у нас на мелководье водятся мальки лягушек и мальки рыбочек. Вот. А тут вот такая вот прикольная водная преграда. Соответственно, сейчас очень низкая вода стоит, поэтому камни практически свекли, можно вообще безопасно перейти. И когда вода поднимается, камни заливает и очень скользко, но тем не менее, как бы, выбор хорошей обуви, он позволяет уменьшить то есть падение в реку. Так. Я надеюсь, что вообще мой голос слышно за шумом бурлячей воды. На самом деле, вот тропинка, которая вела к этому спуску в воде, она слева от нас. Вот. И там стоит табличка о том, что опасны скользкие скалы. Но так как народ-то у нас прямолинейный, они используют этот путь не для рекреационных целей, а для того, чтобы просто побыстрее перейти реку и там свалить по делам. Они начали ходить прямо, и вот тут поэтому тропинку положили из вот таких вот наскоро сделанных бетонных шпал, да. Но тропинку-то положили, а на генплан ее вроде как не внесли. Поэтому вот тут можно видеть такие таблички, да, о том, что 3000 баксов штраф, все прочее. Отсюда, кстати, вот этих красных фонарей не видно. Но если присмотреться, вот там где-то за кустами он вдали есть, вот. А табличку о мокрых скалах они поставили вот туда вот, в дальнюю. И в итоге, чтобы ее увидеть, надо, спустившись сверху, вот оттуда, с лестницы от здания, да, прогуляться сюда по, так сказать, естественному пути. Вот. Скорее всего, раньше вот в этом месте именно был спуск, а вот тут у нас тупик дороги, возможно, уже свежий бы нас сделали. Вот. И опасно мокрые скалы табличку поставили тут. Вот. Кто в этом загашнике, закутке вообще эта табличка найдет? Логика? Никакой. И вон справа видно значок 3 метра, до которого может подняться вода. И спасательный круг опять же. Вот. Естественно, как и в любых загутках, можно обнаружить мусор, банки из-под краски, бутылки из-под кулера. Вот. А это у нас, это у нас ливневая канализация. Заметьте, а по ширине тут может проехать танк. Вот по ширине снизу меня может проехать гид, да, а там вот уже танк помещается. Вот. Такими канализационными водными каналами весь снегополь заполнен. И, в принципе, в случае какой-то там опасности это может положить как и бомбоубежищем, так и для скрытого передвижения войск. Ну, я вам этого не говорил. Это такая маленькая тактическая тайна. Вот. Так, ну, там играет гимн, поэтому надо встать и улыбнуться. Соревнования на стадионе, скорее всего, начались. Стадион сейчас, кстати, тоже попробуем посмотреть. Вот. Ну, тут у нас снизу, как видите, мусороулавливатель, да, чтобы с ливневки всякий мусор не попадал уже в реку. И, собственно, выход ливневой канализации в саму речку. Кто там говорил о том, что вот уедешь в тропики, будешь кокосы под пальмой жать? Ну, пожалуйста, вот кокосы. Не заело еще? Ну, как-то заедет, надо будет не собирать. А почему не собирать? Потому что все то, что вокруг нас, это земля, принадлежащая Сингапуру. В частности, тут она принадлежит агентству National Parks. И все то, что на этой земле находится, в том числе и плодовые деревья, в том числе и непосредственно сами вот упавшие плоды, да, вот у нас кокос валяется, да, снизу, вот. А это тоже принадлежит Сингапуру, а не тебе. Жадная скотина. Поэтому сбор дико растущих плодов и, как красиво, устребитель пошел. А и там грибов, травы, цветов и прочего в Сингапуре запоещен. Тебе для сбора вот этих вот кокосов, да, надо получить разрешение по Энпаркс. Ну, естественно, тебе, высказываю, все не дадут просто. Ну, есть маленький лайфхак. Если вы умеете работать с кадастровыми картами, то вы можете найти землю, которая принадлежит не государству, а какому-нибудь частью, у которого просто эти кокосовые пальмы, как говорится, на полосе отвода растут, и они ему нафиг не нужны. Вот, например, где-то там в той железной дороге заброшенной, где, с одной стороны, по каузе, Индаса ЛСТ, сдающаяся в аренду, да, с другой стороны, вот железная дорога, у них там есть полоса отвода, и она, в принципе, как, вроде бы, принадлежит под каузом, и там вот хорошие такие кокосовые пальмы есть. Это если двигаться по Грайн Коридор, это на север от Райл Молополя, где-то в районе ПКЕ, ну, ПКЕ-ПЕ, поисечениям. И там, соответственно, вот, можно приехать, там огромнейший кокосовый лес, и там, вроде как, кокосов собирать можно во всем случае. Судя по всему, народ там это делает. Ну, опять же, знакомый Сингапуре, как я много раз говорил, он работает в формате, если вы никому не доставляете неудобств, и на вас никто конкретно не желается, то на это просто закроют один глаз. Если вы кокосы не отбираете там у старушки, которые, может быть, денег не имеют, а уж тебе и хочется, да, то, наверное, можно собрать. Но это ни в коем случае не поязыв к каким-либо незаконным действиям. Как я уже объяснил, официально цветочки и плоды, и все прочее, оно принадлежит государству. Мне кажется, Дордик собирается. Если вы увидите на следующих частях видео, я чувствую, что это будет еще не только четвертая, но и пятая, шестая, потому что слишком медленно что-то мы едем на меня в другой футболке, значит, Дордик действительно меня накрыл, и я пошел сушить камеру и приодеваться. Вот. Ну, все равно. Красиво сверху. Сушношко показывает. Так, как уже говорил, вот этот парк мне очень напоминает Молинский ручей, парк Молинского ручья. Я буду очень благодарен, если кто-то из моих знакомых, подписчиков из Ленинграда, он такой же сделает маленькую обзорную экскурсию по Молинскому ручью, и можно будет там сопоставить, что где и как. Просто тоже возьмите камеру, то есть, в 60 прогуляйтесь, поснимайте, потому что, вот смотрите, у нас сейчас мы идем в первой части парка, она, грубо говоря, на соответствии части парка от Сосновки до Гражданского. Вот там перед нами будет формальный Гражданский проспект, вот река Каланка, она же Молинский ручей получается, у нас точно так же юг справа, север слева, точно так же для них два района города, два тауна, вот, тоже есть велодорожки, тоже есть инфраструктура, вот, ну, все один в один получается, да, вот, и мне бы было интересно посмотреть, как там сейчас сделали, что там вообще у нас есть на Молинском ручье, и насколько вот оно сопоставимо с таким вот парком в Сингапуре, более-менее высокотехнологичным, да, возможно, меня будет плохо слышно, потому что там сейчас сегодня пятница, на сегодня какое-то мероприятие, может быть, тренировка, конечно, тренировки оркестры, но играют хорошую музыку, вот, и опять же, обратите внимание справа от меня, да, если вы будете подходить к Гражданскому проспекту вдоль Молинского ручья, вы увидите справа точно такое же здание, да, где есть стадион и кафешка, и там еще что-то, автостоянка, прочее, вот, и посмотрите, как это сделано в Сингапуре, и как это сделано на Молинском ручье, насколько я помню, там был такой глухой строительный забор вдоль непосредственно самого ручья, да, сзади, как это мусор валялся, ну, это когда последний раз я вообще в России был, вот, и за ним там был стадиончик на уровне земли, да, какие-то тайбуны, административные помещения и рестораны, вообще, все это вроде как строилось из расчета, потому что сделаем тут клевый ресторан, а стадион, ну, сделаем стадион под видом спорт-объекта, ведь парк Молинского ручья, это, по сути, рекреационная, да, зона, и там можно строить спорт-объект, а вот ресторан и гостиницу еще что-то строить нельзя, но там умудрились все это впихнуть под видом рекреационного спортивного объекта, по факту сделав просто какое-то футбольное поле, я там даже какие-то соревнования снимал, вот, теперь посмотрите передо мной, сверху, вот на этих огромных колоннах находится футбольное поле, огромный стадион, стадион, да, вон там вот возвышаются трибуны открытые, чуть правее вот это, это вообще какой-то институт, по-моему, причем с него вон там на этажах есть переходы прямо вот на поле и на техническую какую-то зону, то есть люди пришли, поучились, студенты, да, вышли на поле, размялись, потренировались, а снизу там сейчас у нас проходит концерт, под нами, ну, грубо говоря, Муринский ручей, река Халанка, вот слева там масло, да, это, считайте, гражданский проспект, получается, вот, просто такая один в один получается, да, в настроении, но, если в Ленинграде у нас стадион, он отгорожен забором, то вот тут вот он нависает сверху, причем, на месте вложений-то никаких бетонно-металлические опоры поставил, и все, а снизу проложена дополнительная дорога, смотрите, сколько площади у нас экономится, вот, и за счет магнитарного строения можно сделать, соответственно, много дополнительных таких помещений, те же самые, да, тут 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 самая гостиница, те же самые, там, тренажерные залы, еще что-то, тут все-то есть, тут есть, читать, что там, тренажерка, тут под этим огромным зданием, у нас есть, этот, как его, комьюнити-клаб, то есть, вот, местная деревня, да, они собираются в комьюнити-клабе, в сельском клубе, так сказать, да, для каких-то там обсуждений, решений, там, ценирований и прочего, вот, и все вот так вот сделано, да, будете проходить мимо того же самого помещения проиграли, да, вдоль, ну, с кольча просто, можете идти вдоль забора, а смотрите, самолетик полетел, вот, это участник, с маленькой аэродромой, без мюджета, там, по местным островам, и справа, смотрите, вентилятор, это половина удлинной лопасти от нормального вертолета, да, вот такой вот вентиляторный мотор, он и чайный, даже вот на таких отдельных местах, где все воздухом продувается, используется вентилятор, чтобы был свежий воздух, он там не заставил, вот тут у нас, считается, Болинский ручей, то есть, да река Каланка, она уходит под гражданский проспект, она уже Мари-Мал, вот, там у нас сзади в ГДР гражданка, дальше ручья, вот этими деревьями разрушаются, вот, табличка о том, что внезапно может подняться водоплоды, декоративно наваленные камни, чтобы красиво было, там где-то цапля бегает, ну, цапля я вам буду показывать сегодня потом телевиком, потому что с этой камеры я уже проверил, вы вот, дальше 10 метров видите, только размытое пятно какое-нибудь, увеличить не получится, это у нас сейчас какой-то, третья часть видео идет, вот, еще 10 минут осталось, но за эти 10 минут я вам много показать не успею, поэтому давайте все-таки отложим вторую часть спарка чуть попозже, я пойду уже с новой батареей, чтобы не беспокоиться о том, что камера в самый неподходящий момент во время съемки что-то интересного сядет, вот, и покажу вам уже вторую часть парка, где такие огромные равнины вдоль реки Каланг, ну вот смотрите у нас все еще стадион сбоку, там внизу бегают люди с плакатами, да, возможно какие-то соревнования еще что-то, вот, сейчас мы с вами дойдем до Каминти Клаба и посмотрим, как у нас все выглядит, чуть-чуть с другой стороны стадионщика, ну для сравнения опять же можете зайти в Ленинграде на парковку перед этим рестораном, который сделали у Ручья, очень много мероприятия походу школьные, спортивные, слева от меня сейчас строится огромная дорога, точнее расширяется, которая будет везти от Марино Бэй практически, от Орчерда на север к Вудлендс и дальше там можно будет пересесть на метро и на метро переехать в Джахор-Бару пролив, прямо в Джахор-Бару в Малайзию, вот, там есть новая станция метро Вудлендс и с нее можно будет выходить, просто пересаживаться на монорельс, который будет идти над водой и перевозить желающих, по-моему, 10 тысяч в час человек заявлено, не помню точно, уже в Малайзию там какой-то легкий пограничный досмотр и все на метро ехать в Малайзию, прикольно. Вот мы вышли на другую сторону стадиона, под ним находится внизу Мари Монт Мари Монт Community Club. Мари Монт это район, то есть если вот у нас есть таун, Бешань Тауна, Макия Таун, Бешань Градат Таун, да? там то они уже идут на районы Чучукэнг, еще что-то. Вот тут-то район Мари Маунт, Мари Маунт Род, который слева от меня. То есть, грубо говоря, Гражданский проспект и район Гражданка, да? Вот тоже самое. Сюда можно купить всякие напитки. Надо пойти сейчас лимонад купить, а то я выдохся уже. Есть проход бесплатный, общественный туалет, чистейший. И, конечно, нас встречает Райан Торн, самый известный полицейский в Сингапуре. Реально существующая личность. Вот, не забывайте всегда делать сутаблок. Он сегодня рекламирует комьюнити в Ачси-Синг, но это поп, да? Помните, в полицейской академии было тоже там гражданский патруль. Вот, и рекламирует о том, что не надо поводбергаться скаму. Таблички отправляют о том, что у нас есть дэнс-студио, зал развлечений, черт-как, и там спортом дети занимаются. Да. Ну, большой пылесос, туалет туда. Тюгня для электронного мусора, для батареев сбора. Специальный пейс для спора макулатуры. И причем за нее вы можете получать какие-то там поинты на свою карточку, и потом их отоваривать в магазин. Вот. Автомат по замене жетонов Trace Together. Они уже не используются ни в ходу, но, тем не менее, их можно менять периодически и все такое. Вот, это законы, которые позволяют отслеживать ваше местоположение и контакты с ковидными больными. Вот это, видимо, раздача автоматических колончиков на что-то, не знаю на что. Блин, а вот на этом автомате нету моей любимой фигни, которой прикладываешь мобильник и покупаешь напиток. Да, на этом не очень современный автомат, куда нужно ссовывать деньги, а деньги я не взял. Ну и ладно. Можно сойти просто воды попить в туалете, но это как-то не настолько уж сильно, я устал. Ну, конечно, у нас вокруг всякие красивые гирлянточки, потому что китайский Новый год видится. Вот, всем. На этом прощаюсь. С вами был не туистический Сингапур. Это была третья серия рассказа про пешание на Макео парк вдоль Каланд-Ривер. Обязательно напишите в комментах, что вам понравилось, что вам не понравилось. Может, там камеру как-то по-другому держать, голос почетче, что-то поближе показывать. Обязательно напишите, пожалуйста, вопросы. Потому что я вот буквально через пару дней, наверное, через... На следующей неделе, с понедельника, пойду исследовать вот ту часть парка, когда у меня полегче станет, да. Вот, и я тогда уже обязательно буду рад вам просто вот конкретно снять видео с ответами на ваши непосредственные вопросы, чтобы как бы говорить по теме, а не в формате, о чем вижу, кто поет. Вот. Да, как вы видите, дорогу тут людям не уступают, практически никто. Вот эти вот справа от меня желто-полосатые, робко-черные полосатые фонари, они как бы говорят о том, что это не эмулируемая часть пешкотного перехода, и тут машина должна уступать на дорогу. Но это Сингапур. Вот, поэтому приходится терпеть. Блин, кнопочка не нажала. Не, нажала светодиодик, плохо. Все, всем пока удачи, подписывайтесь, не переключайтесь, всегда важно.